Здравствуйте, уважаемые ученики! Рада приветствовать вас на уроке русской литературы. В романе Льва Николаевича «Толстого. Война и мир» показана жизнь русского общества начала XIX века, периода войны 1812 года. Толстой пытается осмыслить роль женщины в обществе и в семье. Название романа вынуждает автора разделить произведение на две части. Первая часть – это мир, а вторая часть – это война. Война традиционно ассоциируется с мужскими качествами – холодность, грубость, жестокость. Мир же отождествляется с размеренностью, со спокойствием повседневности и образом женщины. Именно о женских образах в романе мы и будем сегодня говорить, а точнее об их месте и роли в произведении. И наш разговор следует начать с того, что почти все женские образы имеют прототипы. Перед началом работы над романом автор складывает в своем сознании образ, которым хочет поделиться с читателем. Так Толстой признавался в письме своему другу детства, что прообразом семейства Ростовых послужила его собственная семья. Также он неоднократно говорил, что многие черты и характеры персонажей были позаимствованы у реальных лиц, а события, описываемые в романе, имели место и в действительности. Существует несколько версий происхождения главной героини романа Наташи Ростовой. По одной из них прототипом Наташи Ростовой стала сестра жены Льва Николаевича Татьяна Кузьминская. По другой же автор позаимствовал готовый шаблон из некоего английского романа и просто снабдил героиню чертами своей жены Софьи Андреевны. Сам же Толстой говорил, что Наташа Ростова это микс, смесь характерных черт женщин, имевших значение в его жизни. Княжна Мария Болконская списана с матушки автора Марии Волконской. Примечательно то, что автор почти без изменения оставил имя персонажа, максимально приблизив его к имени прототипа. В старшей графине Ростовой угадываются черты бабушки писателя Пелагеи Толстой. Автор относится к этим персонажам с большой нежностью и теплотой. Видно, что Толстой вложил много чувств и эмоций в создание этих образов. А прототипом Желизы Болконской послужила жена его старшего брата Луиза Болконская-Трусон. Давайте более подробно рассмотрим женские образы этого романа. В общем, их можно поделить на две большие категории. К первой категории относятся женщины-носительницы народных идеалов, такие как Мария Болконская, Наташа Ростова и похожие на них. Им противопоставляются женщины-светские, дамы высшего общества. Это Элен Курагина, Анна Павловна Шерер, Жюли Карагина и другие. Самым же ярким женским образом в романе является образ Наташи Ростовой. Будучи истинным мастером изображения людских душ и характеров, Толстой наделяет эту героиню самыми лучшими человеческими чертами. Он не хочет делать ее умной, расчетливой, приспособленной к жизни и в то же время бездушной, как он поступил с другой героиней, Элен Курагиной. Простота и одухотворенность Наташи делают ее намного более привлекательной, чем Элен с ее умом и прекрасными манерами. Многие эпизоды романа описывают, как Наташа помогает людям, облагораживает их, вдохновляет, делает лучше, чище, возвращает им веру в жизнь и наставляет на правильный путь. Но Наташа не только помогает людям в сложных жизненных ситуациях, еще она дарит им радость и счастье. Она позволяет любоваться собой и делает это абсолютно бессознательно и бескорыстно. Так же, как к народу, Наташа Ростова близка и к пониманию удивительной красоты природы. Описывая сцену в Отрадном, Толстой соотносит чувства двух сестер и ближайших подруг Наташи и Сони. Наташа, чья душа исполнена чистоты и поэтичности, просит Соню подойти к окну и полюбоваться красотой бескрайнего звездного неба и вдохнуть запахи тихой ночи. Но Соня не может разделить восторженного возбуждения сестры. Она добра, мила, честна, не совершает плохих поступков, проносит сквозь годы свою любовь к Николаю. Соня слишком хороша и слишком правильно. Она не совершает ни одной ошибки, которая позволила бы ей извлечь хоть какой-то жизненный опыт и получить стимул к дальнейшему развитию. Наташа Ростова же совершает эти ошибки и черпает из них необходимый опыт. Она встречает князя Андрея, который кажется полной противоположностью юной графине Ростовой. Но, тем не менее, между ними вспыхивает какое-то внезапное единение. По настоянию отца Балконский откладывает помолвку с Наташей на год, и девушка, к сожалению, не проходит этого испытания. Она увлекается красавцем-новавиласом Анатолием Курагиным. Далее ее ждет очень большое разочарование в Анатолии. Она с большим трудом переживает его и даже хочет покончить жизнь самоубийством. Но любовь к музыке и искусству помогает ей справиться с этой сложной жизненной ситуацией. После окончания войны с Наполеоном Наташа снова встречает своего друга детства Пьера Безухова. Она видит в Пьере, вернувшемся с войны, внутреннюю чистоту и ведет себя в отношениях с ним совершенно по-другому. Перед нами больше ни ребенок, ни подросток. Перед нами женщина, зрелая, уверенная в своих чувствах, преданная мать и жена. Серьезная, но по-прежнему нуждающаяся в любви. Во многом схожа и во многом противопоставляется образу Наташи Ростовой образ Марии Балконской. Главным принципом жизни княжной Марии является самопожертвование. Это самопожертвование и покорность судьбе сочетаются в ней желанием простого человеческого счастья. Покорность прихотям своего отца, запрет на обсуждение его действий и их мотивов – вот в чем видит долг дочери княжна Мария. Но она способна проявлять твердость характера при определенной ситуации. И это мы видим, когда затрагивается ее чувство патриотизма. Оно оскорблено. И она не только покидает свое родовое имение, отказываясь от предложения мадмуазель Бурьен, но и запрещает пускать к себе свою компаньонку, когда узнает о ее связях с французским командованием. Но княжна Мария способна пожертвовать своей гордостью ради спасения другого человека. Это видно, когда она все-таки просит прощения у Бурьен, прощения за себя и за слугу, на которого обрушился гнев ее отца. Тем не менее, возводя свою жертвенность в принцип и отказываясь от живой жизни, княжна Мария подавляет себе нечто очень важное. Но эта самая жертвенная любовь все-таки привела ее к семейному счастью. При встрече Николая и Марии в Воронеже вся та чистая, душевная внутренняя работа впервые вырывается наружу. Как личность Мария Балконская вполне проявляет себя, когда обстоятельства вынуждают ее проявлять самостоятельность в житейских вопросах. Это происходит после смерти ее отца и, главное, после того, как она стала женой и матерью. О гармоничности и богатстве внутреннего мира Марии теперь уже Ростовой говорят нам и ее дневники, которые посвящены детям и ее облагораживающее влияние на мужа. Этим женщинам Наташа Ростова и Марии Балконской очень похожи между собой. Противопоставляются светские дамы Элен Курагина, Анна Павловна Шерер и Жюли Карагина. Первая из них Елена Васильевна Курагина, красивая молодая княжна, которая стала первой женой Пьера Безухова. Она похожа на античную статую, а ее лицо оживляли большие черные глаза. Элен хорошо разбиралась в моде и слыла большой любительницей платьев и драгоценностей. Что характерно для ее нарядов, так это то, что они всегда были очень откровенны. Они открывали плечи и спину. Она выказывает спокойствие характера, сдержанность, воспитание вполне соответствующей истинной светской даме. Для этой героини характерны общительность и любовь к шумным приемам, которые она и устраивает у себя дома, собирая чуть ли не весь Петербург. Внешность Элен, ее внимание к своей красоте, улыбке, плечам. Все это характеризует женщину как бездушную и зацикленную только на одном – на телесности. На самом же деле Элен глупа. У нее нет ни ума, ни высокой нравственности. Но она может хорошо себя подать. Поэтому у многих людей сложилась иллюзия о том, что все-таки она умна. Холодность, расчетливость, беспринципность, подлость – вот что отличает эту девушку. А в нравственном же плане она недалеко ушла от своего брата Анатолия. Как и самовлюбленная Элен Курагина, хозяйка модного светского салона Анна Павловна Шерер предстает перед нами холодной, лживой, циничной и бездушной. Эти две женщины очень похожи между собой. И в начале романа автор отмечает, что Элен, когда чей-нибудь рассказ производил впечатление, всегда оглядывалась на Анну Павловну, и ее лицо принимало то же самое выражение, что было на лице Фрейлины. Характернейшей чертой Анны Павловны является статичность. Статичность мимики, жестов и даже мыслей. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным избавляться. За этой характеристикой скрывается авторская ирония и неприязнь к персонажу. Еще одной светской дамой является Жюли Карагина, самая богатая невеста России. Своё состояние она получила после смерти братьев. Как Элен носит маску благопристойности, так Жюли носит маску меланхолии. Она разочарована во всем. Она не верит ни в любовь, ни в дружбу, ни в какие-либо радости жизни. И даже Борис Друбецкой, озабоченный поисками богатой невесты, чувствует фальшь и притворность ее поведения. Где-то между этими двумя категориями женщин можно поставить княгиню Лизу Балконскую. Она потомственная аристократка, происходит из влиятельного дворянского рода. Толстой писал, что сам Кутузов приходится ей дядей. Перед нами она предстает как миниатюрная, легкая, живая девушка, которая уравновешивает тяжелый характер князя Андрея. Но Балконского раздражает общество супруги, поэтому их отношения складываются не лучшим образом. До брака между ними царила романтика и гармония, но в ходе семейной жизни их постигло взаимное разочарование. Андрей и Лиза не объединены ни общими целями, ни взглядами на жизнь. Они живут как будто по отдельности. Лиза – это большой ребенок. Она капризна, немного взбалмошна, ненаблюдательна, но в целом же княгиня добра и искренна. Таким образом, главным предназначением женщины по-толстому является забота о муже и детях. Соответственно, героини, близкие к естественности и народным идеалам, такие как Наташа Ростова и Мария Балконская, обретают то самое семейное счастье, пройдя определенный путь духовных и нравственных исканий. А женщины же далекие от нравственных идеалов так и не узнают, что такое настоящее счастье. Ведь они эгоистичны и привержены фальшивым идеалам светского общества. На этом наш урок завершен. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok